Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Мы сегодня выпуск назвали «Акклиматизация» или «Как не испортить себе отпуск?» Будем выяснять. Выяснять будем это мы с нашей сегодняшней гостьей. И с Кадрией Валеевой, врачом-неврологом, врачом-сомнологом, городской клинической больницы номер 7 города Казани, членом Международного общества головной боли, членом Российского общества сомнологов. Кадрия Гусмановна, здрасте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. В разгаре сезона отпусков люди отправляются в разные жаркие страны, по России путешествуют. А какая у нас протяженность страны? Огромная. Огромная. И климаты, соответственно, разные. Кто-то в горы поднимается, кто-то в холод, кто в жару выезжает. С этим слово акклиматизация все чаще звучит. Что это такое? Да. Давайте расскажем на берегу. Это вообще что? Акклиматизация – это приспособление организма к новым условиям существования после территориального, естественного или искусственного перемещения. Чаще всего, как правило, акклиматизация длится недолго и характеризуется сменой физиологических изменений. Есть несколько фаз акклиматизации. Первая фаза – это когда у человека происходит ступор, шок организма, как бы стресс. Это первая фаза. Вторая фаза акклиматизации – это приспособление уже и активация органов систем, а также усиление метаболизма человека. И третья – это уже сам период адаптации, сама фаза адаптации. А вот этот шок, про который вы сказали. Во-первых, сколько он длится, а во-вторых, как он проявляется. Что? Человеку не хочется есть, пить, у него там, не знаю, снижается температура, у него снижается давление. Шок в чем проявляется? Шок, стресс организм проявляется в том, что человек может испытывать следующие симптомы. Такие как сонливость, бессонница, головная боль, головокружение, общая слабость, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, диареи или запоры, лобильное настроение, раздражительность, либо гиперактивность. У детей это чаще всего бывает. Это нарушение водно-солевого обмена, это усиление потоотделения, повышение артериального давления. Это может быть учащение дыхания, пульса, ну и так далее. Много симптомов. Все, что вы перечислили, это вообще пугает. Да, это пугает. Данные симптомы можно вообще спутать с респираторными заболеваниями, либо с кишечными заболеваниями. Поэтому очень важно дифференцировать, что с тобой. Либо это ОРВИ, либо это подводит уже желудок с кишечником. Сколько дней такое состояние обычно длится? В среднем это длится 2-3-4 дня. У молодых, взрослых, у детей и пожилых это длится до 10 дней. Поэтому пожилым и маленьким детям советуем выезжать на более длительный период. Как в Советском Союзе, помните, 21 день была путевка. И вот, соответственно, как раз 10 дней на климатизацию, остальные 11 дней для наслаждения вашим отдыхом. Ой, а у нас в среднем, по данным Яндекс.Путешествий, в среднем отдых россиян, когда они выбираются к морю, длится 11 дней. Никакие не 20. 11 – это самый разгар, да? Это только к концу отдыха, получается, отпустят человека? Да, получается, отпустят, а уже надо уезжать. А тут уже, может быть, когда приезжаешь к себе на родину, может быть реаклиматизация. Это что такое? Это что такое? Это такое состояние, возможно, развитие даже тревоги, депрессии, когда человек, особенно если он хорошо отдохнул, то есть на него наваливается куча забот, особенно если он на следующий день после того, как прилетел, положил чемодан, побежал на работу, то все, точно тревога, бессонница обеспечена. Поэтому, когда вы приехали после отпуска, желательно 2-3 дня побыть дома и подготовиться к рабочей неделе. Так рассчитывать, чтобы завтра тебе не нужно было на работу? Конечно. Ты приземлился, чемодан разобрал, а завтра с утра? Никто не вызывал. Давайте наших телезрителей к разговору пригласим. Мы традиционно до начала эфира запускаем опрос в нашей группе ВКонтакте. Принимайте, пожалуйста, участие в этом опросе. У нас там наш вопрос в этот раз звучит. А вы тяжело переживаете о климатизации? Какие-то варианты ответственного наверняка вам подойдут. Мы ведь попозже в выпуске итоги этого голосования подведем. Я не спросила, а как далеко нужно уехать от дома, чтобы акклиматизацию почувствовать? Расстояние имеет значение? Есть люди более чувствительные к этим перемещениям, к изменениям климата, температуры, влажности? Вот уехали они условно в соседний регион России, куда-нибудь на Черное море. Им уже плохо. Такие бывают? Бывают, потому что там смена температуры где-то 10-15 градусов. Если у нас средняя температура, ну, раньше считалось 20-25 в Казани, да, а там 30-35 и, возможно, 40, да, на Черноморском побережье, да, то, конечно, большая разница температуры очень играет роль. А есть счастливчики, которые вообще никак не переживают акклиматизацию, и о чем это говорит? У них прекрасное здоровье? Почему они нечувствительные? Возможно, они ведут здоровый образ жизни, это молодые, соответственно, у кого хороший сон, хорошо питается, правильно питание, у кого физические нагрузки присутствуют в жизни, мало стрессов, да, кто относится по-фигистски, так скажем, наплевательски. В этом случае это плюс. Да, в этом случае это плюс. В теме, которое мы сегодня обсуждаем, это плюс, оказывается, легкое безразличие к проблемам. Да, давайте сейчас отвлечемся на несколько секундочек, мы посмотрим интересную видеоподборку, видеонарезку. Люди делятся своими впечатлениями, свои советы дают и рассказывают истории, как они переживали акклиматизацию на Бали, в Таиланде и в Турции. Смотрим, слушаем, потом прокомментируем. Когда мы приезжаем из России в теплую страну, нам, конечно, жарко, и все пытаются охладить себе с помощью кондиционеров. Будьте с этим очень осторожны, потому что самые, так скажем, частые случаи заболеваний в плане простуды, да, именно из-за кондиционеров. То есть приходишь такой распаренный, да, с улицы, и сразу включаешь кондиционер, садишься к нему и, конечно же, продувается. Следующий вопрос. Была ли у вас акклиматизация? Была ли у вас акклиматизация? Нет, акклиматизации у нас не было. И, скорее всего, это было связано с тем, что перед отъездом мы начали пить активированный уголь. Я думаю, он как-то поспособствовал тому, что у нас все прошло гладко. Знаете, акклиматизация здесь у нас проходит очень хорошо. И дело в том, что для гипертоников мы сталкивались с такими людьми, мы встречались с такими людьми, я потом расскажу чисто про себя, вот, которые именно дома страдали, даже сердечники. Если мы видели таких людей, общались с такими людьми и с гипертониками, вот здесь у них все проходит. Вот как ни странно, здесь они вообще не принимают лекарства, давление у них стабилизируется, приходят в норму. Что за чудеса? Такое бывает, что у пожилого человека гипертоника все стабилизировалось, потому что он отъехал к морю? Ну, возможно, почему нет? Он уехал от проблем, может быть, от своих, да, смены обстановки, положительные эмоции, снижение продукции, уровня кортизола, гормона стресса. То есть, такое возможно. Но это не значит, что не надо принимать таблетки. Вот женщина неправильно сказала в данном сюжете, что они не принимают, все-таки нельзя прекращать прием таблеток, потому что гипотензивные препараты, они обладают все-таки кардиопротективностью, они защищают сердечную мышцу. А может быть такое, что в какой-то момент может быть скачок давления и произойти какая-либо сердечно-сосудистая катастрофа, либо инфаркт, либо инсульт. А вот здесь вот точно уже будет недосмеха. Так не рискуем. Нет. Про то, как собрать аптечку, мы попозже с вами поговорим. Я хотела про парня спросить, который рекомендовал всем активированный уголь. Это разве спасает? Почему же нет? Активированный уголь очень хорошо абсорбирует токсины, поэтому он все сделал правильно. Тем более он поехал в жаркий климат, в тропические леса, влажные тропики, где присутствует очень много разных для нас неизвестных микробов, вирусов, бактерий. Поэтому он все делает правильно. Самое главное рассчитать дозировку и принимать ежедневно. Запомнили. Кто в зоне риска? Если мы говорим о климатизации. Вообще это опасно? Если опасно, то кто в зоне риска? Про пожилых, про детей мы сказали. Может быть люди с какими-то конкретными диагнозами? Но в зоне риска, значит, давайте поговорим о том, что если мы едем в жаркий климат, то риски здесь, конечно, возможны. Но опять же, это различные серьезные инфекционные заболевания. Дальше обязательно нужно дифференцировать, это акклиматизация, либо действительно это инфекция. А как это лечить? Ну, это акклиматизация на течение двух-трех дней проходит. А уже если это действительно заболевание, то тут уже будет она развиваться дальше. То есть состояние будет усугубляться, если вы не лечите. Вот. Если мы говорим о поездке в северные страны, да, допустим, то здесь что самое главное? Это тепло одеться. То есть подобрать определенную нужную одежду. Правда, что лучше многослойное, чтобы была возможность снимать слоями при необходимости? И между ними сохраняется тепло, если мы говорим о... И самое главное увеличить свой колораж на 15%. Больше кушать, калорийнее. Ух ты, вот этот совет. Вот. Если мы говорим о походе в горах, то здесь возможность риски развития горной болезни. А это что? Это опять же головная боль, головокружение, слабость, вплоть до потери сознания. Это чувство стеснения в груди, кашель, возможно, даже отека легких, развитие отека легких, либо отека мозга. И поэтому здесь совет самый главный. Это не подниматься в горы, то есть ежедневно подниматься не выше 500 метров над уровнем моря. Каждый день плюс. Плюс, да. Не более. Не более. Чтобы экстремальных вот этих перепадов не было. Да, потому что там изменяется и атмосферное давление, и количество концентрации воздуха, кислорода. Все-таки, если мы говорим о группе риска, есть люди с какими-то конкретными хроническими заболеваниями, которыми надо прям осторожно быть? Допустим, молодая пара купила пожилым родителям тур в жаркую страну, с удовольствием ждали все этого дня, чемоданы собрали, поехали. Первый раз. Ну, я бы, конечно... Чего опасаться? Ну, опасаться как раз акклиматизации и желательно пожилым, ну и всем людям готовиться к этой поездке. Через месяц, заранее до, за месяц, что делать? Принимать витамины А, С и Е, больше налегать на фрукты и овощи. Если все-таки это страна со смены часовых поясов, то стараться выбрать билет не в ранние утренние часы. Если вы прилетаете и там в то место прибытия у вас уже ночь, соответственно, принять гормон, синтетический гормон сна мелатонин и ложиться спать по местному времени, не бодрствовать. Если вы прилетаете в ту сторону, а там день, соответственно, не ложиться спать, а начать активничать, да, как местные жители, да, по местному времени. И на следующий день вставать строго по будильнику по местному времени. Перестраиваем свои часы биологические, да? Да, обязательно, да. И стараться меньше есть, почему? И петь, потому что кишечник у него свои биоритмы. И, соответственно, если ему, возможно, будет желание как раз-таки ночью встать, покушать и попить. Желудок не перестроился. Насчет попить, как меня смущает, а разве в жарких странах разве не по умолчанию нужно пить? Если тут нам советуют 2 литра в день чистой воды, а там больше? Там желательно принимать. Ну да, 2 литра, это рассчитывается. 30 мл на килограмм веса? Да, 30 мл на килограмм веса, да. Увеличить количество воды, выпиваемой, например, в жарких странах? Ну, это уже по подрядности, смотри, если пожилой человек, у него есть хроническая сердечная недостаточность, там желательно не очень много употреблять воды, да? То есть не увеличить больше 2 литров, потому что, возможно, декомпенсация. А вообще надо принимать ботулированную воду и не использовать лёд, да, как охлаждающий элемент. В напитках, да, потому что они делаются из проточной воды. Здесь возможно развитие кишечной инфекции. Это в основном в Турции такое бывает, в Индии, в Таиланде. Про аптечку давайте поговорим. Как её собрать, что с собой взять? Каждый человек знает примерно, что может с ним приключиться? Головушка заболит, обезболивающий возьмёшь, ну что там? Жаропонижающие, жаропонижающие, адресорбенты, противодиарейные препараты обязательно. Гипертоники пускай берут с собой тонометры, гипотензивные свои препараты, то, что назначил вам лечащий доктор, да, кардиолог. Дозировка остаётся та же? Конечно. Без поправки на то, что там вот экстремальные условия? Нет, нет, нет. Выпекают побольше таблеточек от давления, нет? Нет. Обязательно, как я сказала, гормон сна можно с собой захватить, да? Мелатонин, запомнили. Да, мелатонин, анальгетики, ну, вроде, головной убор и солнцезащитный крем. Это обязательно. То есть мы все эти препараты берём, даже если обычно у нас всё нормально с кишечником, всё берём с поправкой на то, что здесь возможен неожиданное состояние стресса, да? Да, обязательно. Я предлагаю подвести итоги голосования, про которые мы говорили в начале выпуска. Вы наших целезрителей, наших подписчиков спрашивали, а вот вы тяжело переживаете акклиматизацию? Смотрите, как отвечали. Каждый четвёртый 25% сказали, да, несколько дней в себя прихожу. Каждый третий 30% ответили, нормально, просто небольшой дискомфорт. И 45% счастливчиков говорят, а со мной такого вообще никогда не бывает. Как прокомментируем? Действительно, вот так примерно? Так и есть, да. Если 45% не бывает, значит, половина... Да, в основном уже путешествует у нас молодёжь, так скажем, да? Поэтому такие ответы радужные, благостные. Да, такие ответы. А вообще я советую младенцев до трёх лет детей не брать с собой в жаркие страны, потому что у них несовершеннейший иммунитет, да? И потом у детей может быть гипервозбудимость на фоне новых впечатлений, событий. А пожилым советую путешествовать по своей полосе, есть хорошие дома отдыха, пансионаты, санатории. Либо, если очень хочется посетить какую-либо там тропическую страну с жарким климатом, то выбрать этот бархатный сезон именно путешествия. Не экстремальничать. Да. А вот вернёмся на местную, в наш местный климат, на родину, что называется. Вот то, что у нас сейчас происходит с погодой. Это лето нам обещали, что будет самое жаркое за последние 50 лет. Сейчас все припомнят лето 10-го года. Вот это была жара. Вот это была жара. Когда такое происходит у нас в нашем климате, тут задумаешься о том, что климатизацию впору проходить у себя дома. Вот на это мы как реагируем? Вот всё то, о чём мы сегодня говорим, оно всё работает в том случае, если, например, выдалось очень жаркое лето, но у нас дома. Или какие-то другие способы сохранения здоровья, когда мы всё-таки дома? Значит, ну здесь какие способы сохранения здоровья? Это обязательно, опять же, водный режим. Это лёгкие продукты, овощи, фрукты. Это не находиться под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов. Использовать теневые завесы, тень. Это не работать пенсионером на дачном участке в это время, дабы не случился инсульт или инфаркт. Это носить свободную одежду из натуральных тканей, легко проветриваемую. Носить головной убор. Ну и, соответственно, можно даже устройство сиесту. Чудесное время сиеста. Среди бела дня устроить себе перерыв. Минут 20-30 можно вздремнуть. Уйти в тенёк? Да. Почитать книгу, посмотреть какой-то фильм, если это позволяет ситуации, если не нужно работать. В этом году очень популярны автопутешествия. Люди много путешествуют по стране, сами находятся за рулём несколько дней. Вот недавно я нашла информацию о том, сколько они тратят в дороге на перекусы различные, там в придорожных кафе, около 500 рублей примерно обходится такой. Обед, перекус автопутешественника. Вот когда мы говорим о далёких путешествиях на большие расстояния, когда несколько суток человек за рулём, как не уснуть и как себя правильно, грамотно вести, учитывая, что ночью прохладно, днём жарко? Внимательность терять нельзя. Ваш совет. Обязательно, значит. Здесь нужно хорошо выспаться. Чем больше выспитесь, тем лучше. Это можно сделать впрок? Ну, можно. Один раз не помешает. Выехать в ранние часы, когда ещё движение не такое активное. В течение дня можно употреблять энергетики, то есть кофеин, содержащие напитки, плюс обязательно углеводы, глюкозу, потому что это углевод и кофеин, то, что нужно мозгу для активности, для сосредоточения, для внимательности. Ну, конечно, необходимо делать перерывы, да, то есть договориться с кем-то, взять кого-то, кто тоже владеет рулём, да, чтобы замещать и отдыхать обязательно. То есть где-то 6 часов можно спокойно вести машину, да, без проблем. Потом нужен перерыв? Обязательно надо сделать перерыв, да. И когда вы... И стараться, конечно, не уснуть, а для того, чтобы стараться не уснуть, нужно обязательно менять своё направление зрения, так скажем. То есть не постоянно смотреть в дальнюю точку. Если в дальнюю точку смотришь долго, то как раз-таки сонливость накатывает. А именно перемещать свой взгляд. То есть смотреть в одно, то есть в лобовое стекло, да, то есть смещать на дальнюю... На обочину, правее, левее. То есть постоянно менять свой взор, соответственно, чтобы как раз-таки сонливость не накатывала. Какой интересный совет. И взять весёлого, болтливого попутчика. Да, кстати, да, и постоянно болтать с кем-то, да, либо слушать музыку, либо даже самому что-то напоминать. Причём музыку весёлую, энергичную, да ведь? Да, обязательно. Чтобы она вас не убаюкала в дороге. Вот. Ну и, соответственно, делать перерывы, как я уже сказала, да, а ночью хорошенько высыпаться. Ой, спасибо огромное за такие интересные советы. Лето в разгаре, пора отпусков. Есть счастливчики, которые ещё отпуск свой не отгуляли. Я надеюсь, наша программа была полезна. Спасибо большое. Гадрия Гусмановна, приходите к нам ещё. Спасибо, обязательно. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня выясняли, что такое акклиматизация и давали советы, как не испортить себе отдых. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова